Друзья, рад приветствовать вас на канале. С вами Владимир и это канал Apple Expert. Сегодня мы с вами поговорим об новой версии, релизной версии iOS 15.5 и я вам расскажу все те нововведения, которые вступили в силу, как с автономностью, с производительностью. Давайте приступим с того, что каждое релизное обновление не нового поколения, на шаг выше, который идет сейчас iOS 15, вот нам представят в июне на презентации WWDC новую версию iOS 16. Там можно ждать какие-то новые нововведения в этих обновлениях именно линейки iOS 15. Вы можете рассчитывать только на то, что будут какие-то кастомные изменения, то есть внутри системы, внешние, но не супер какие-то полностью изменения. Давайте приступим с того, что у нас пришло к бетам, что мы получили в релизе. Первая бета iOS 15.5. Apple Pay была приименована в Apple Cash. Подарочные карты iTunes называются Apple Balance. Приложение Home теперь появится в пункте сети, чтобы убедиться в том, что соединение приложения «Дом» установлено. Apple Fitness Plus появилась скорость звуковых подсказок. В App Store поменялось меню, которое будет сообщать о новых уведомлений приложений. В B2 исправили баги и повышена автономность, производительность. В B3 минорное обновление, повышена производительность и автономность. Исправлены показатели емкости батареи в разделе «О батареи». В B4 ничего не принесло, просто исправление багов. И в B5 это RC Release Candidate и исправление связи с сопряжением. Исправлены связи с сопряжением устройств, то есть сотовая связь, Bluetooth, Wi-Fi, Airdrop и прочее. Вот в принципе то, что ждет нас в релизной версии iOS 15.5. Вот и все, друзья. Касаемо то, что есть у нас с автономностью, это уже решение будет за каждым отдельным устройством. Какая у вас B2, сколько у вас там емкости. И абсолютно даже идентичные модели, они всегда ведут себя по-разному совершенно. Эта система непредсказуема, у каждого свои нагрузки, разный объем памяти и так далее, и так далее. Это все влияет, поэтому одинаковых показателей быть не может. Это один процент, наверное, на 100 тысяч, возможно даже на миллион. Поэтому я вам пока не советую обновляться. Автономность осталась на прежнем уровне, то как была последняя прошивочка. Это iOS 15.4.1. Никаких нововведений здесь супер нету, как видите вообще. Какие-то буквально там где-то поменялись названия. И все. Самое главное это автономность. Но вы, конечно же, напишите в комментариях, что для вас важно. Может быть у вас какие-то приоритеты, будет интересно с этим ознакомиться. Поэтому я сейчас записываю релизную версию, чтобы вы понимали. Следите за новостями. В сообществе я выкину разницу между 15.4.1 и 15.5. Где автономность лучше и где лучше, на какой прошивке остаться. Подпишитесь на канал, прожмите колокольчик. Оставьте ваше мнение в комментариях. Дальше больше. Скоро увидимся.